Он полностью изменил роль мужчины в классическом балете, вывел его на первый план. Совершив детский побег из СССР, мировое признание получил в Великобритании и Франции. Сегодня 75 лет со дня рождения Рудольфа Нуреева, выдающегося артиста, первого из целой плеяды танцовщиков-невозвращенцев. Как хрупкому советскому мальчику удалось стать настоящей звездой, напомнит Оксана Кундеренко. Мужская вариация в исполнении Нуреева. Зашла новая звезда советского балета. Специалисты отмечали необычайную пластику и ювелирную точность исполнения. Особенно виртуозное у него прощение. Зрителей покорил темперамент. Хотя артистом Нуреев мог и не стать, отец, кадровый военный и партийный работник был категорически против. Каждый раз, увидев это, он меня убил. Но я все равно это делал. И мать, конечно, была моим союзником, и все как-то обходилось. Он окончил Ленинградское хореографическое училище, начал выступать в Кировском театре. И через несколько лет стал лучшим. Но из-за слишком вольного поведения во время загран-гастролей, его решили досрочно вернуть на родину. Тогда произошло самое знаковое событие в жизни артиста. Возвращаться он просто не захотел. До этого на такое не осмеливался никто. Вообще я танцовщик романтического плана. Но я бы хотел танцевать и современные вещи. Попробовать себя в самых разных вещах, которые существуют. Я не могу изменить свой стиль. Я танцую так, как я думаю, как я чувствую. Танцовщик остался в Европе без денег и знания языка. Но у него были таланты и фантастическая трудоспособность. Он учился у европейских мэтров и вскоре начал работать в Лондонском Королевском театре. Публика была в восторге от Нурьева. Его фотографии не сходили с первых полос газет. Свои первые очерки в «Гардиан» танцевальный критик Джудит МакКрелл писала именно об этом человеке. На самом деле его техника не была такой уж хорошей. Я бы сказала, им двигал голод. Голод по сцене. Это имело огромное влияние на британский балет. Особенно молодежь. Целое поколение мужчин-танцовщиков последовало его примеру. Пример неподражаемый. Вот представление с легендарной английской балериной Марго Фонтейн. В 89 раз рекорд Гиннеса их вызывали на поклон. Нурьев вывел на главные роли артиста-мужчину. И первым стал выходить на сцену в откровенно обтягивающем трико. Привел балет на телевидение, снимался в кино и не боялся быть смешным. Ему стоя аплодировали в США, Австралии, Японии и во всех крупных театрах Европы. Хотя при внешней легкости общения у Нурьева был весьма сложный характер. Он был необычным, странным человеком, не таким, как другие. Он был эгоистом, несчастью для него самого. Но с другой стороны, это очень хорошо для артиста. Правда, иногда он был попросту груб с другими людьми. Гению все прощали. В пик его популярности мира хватило руди-мания. Артист стал настоящей иконой. Длинные волосы, стильная одежда и роскошная жизнь. Но Рев был не только выдающимся артистом. Сегодня его бы назвали успешный менеджер. Здесь, в Париже, он получил должность директора одного из самых известных театров мира. Гранд-опера. И при этом постоянно продолжал выходить на сцену. В те времена во Франции называют не иначе, как золотая эра балета. А самого Нурьева гений, создавший десятки незабываемых постановок. Десятки миллионов долларов, которые натанцевали его ноги, Нурьев тратил на квартиры, машины, даже купил остров в Италии. Он едва ли не оптом скупал дорогие ковры, украшения, картины. Его дом в Париже был похож на музей. Все стены увешаны произведениями искусства. Он был похож на Али Бабу. Столько вещей вокруг, класть некуда. Под кровать даже засолил. Партнер по спектаклям и добрый друг Шарль Жют оставался с ним до последнего. Сегодня он смотрит на портреты Нурьева, как на свое отражение. В молодости их часто путали. Он всегда пытался казаться сильным, а не больным. Он очень хотел жить, никогда не жаловался. Последней его постановкой стала Боядерка в Парижской опере. И после премьеры он сказал мне, теперь можно и отдохнуть. И мы вместе отправились в отпуск. В это время Нуреев уже знал, что болен с Пидом. Несмотря на это, он продолжал репетировать у себя дома. Столько сказано о его смерти. Неужели это конец? Или это его ренессанс? Пусть ответ каждый найдет для себя. Нуреева похоронили на парижском кладбище Сен-Жен-Вьев-Дуба, недалеко от могилы Сержа Лефаря. По завещанию его надгробие покрыто мозаичным ковром, под которым покоится сундук с драгоценностями. Оксана Кундеренко, Вениамид Трубачев и Геннадий Вивденко. Подробности недели телеканал Интер. Лондон, Париж, Бордо, Москва, Киев.